свидетельство для или илла имеет смысл мы немножко поговорили барак луфиком сказав о том что ля илла нет никого достойного поклонения кроме всевышнего ласпанта то есть смысл свидетельства или этих слов это то что ты признаешь что всевышний аллах один единственный достойный поклонение однако барак луфиком свидетельство ля илла содержит себе не только этот смысл поэтому мы с вами в предыдущих уроках говорили о том что таухид единобожие бывает трех видов таухид улюхия таухид ругубия таухид асма оссифат то есть единство аллаха в чем в том что только один он достоин поклонения единство аллаха в его господстве то есть только один он создал весь этот мир только один он управляет всем этим миром и 3 таухид асма оссифат описывать всевышнего вас по наталью теми именами и теми атрибутами которые он которыми он описал сам себя в книге своей и его посланник салаллаху алейхи вассалям в достоверной сумме и иметь убеждение что подобными атрибутами можно описывать только всевышний волос мантали и нет никого равного ему в этом и вот свидетельство ля илла указывает на таухид улюхи называется по-арабски аль-мутабака соответствием один к одному то есть ля илла приравниваться чему тому что один всевышний аллах достоин поклонений что же касается таухида рубубия и таухида асма оссифат то есть единство аллаха в его господстве единство аллаха в его именах и атрибутах то говорят барак луфикум что это шагада указывает битариха тиллю зум юзум барак луфикум как говорится через необходимость то есть если ты признаешь то что аллах субхана то ли он один единственный творец он один единственный который управляет всем этим бытием то необходимо тебе признать что он один достоин поклонения если ты признаешь что он является обладателем всех тех атрибутов и тех имен которому написал себе в ранее сумме то это требует от тебя то есть ли ты чувствуешь необходимость поклоняться ему одному субхана ваталь подробно эту тему барак луфикум именно тему имен и атрибутов и как признание того что есть признание тех имен и тех атрибутов которые вы написал сам себя субхана ватали что в признании это требует от тебя и ты чувствуешь необходимость признавает и поклоняться одному всевышнему аллаху подробно мы это разобрали в уроках и побуждаем всех слушающих и те кто услышит нас в будущем прослушать эти уроки иншалат али ссылка будет под этим видео есть у нас урок называется толкование имен и атрибутов всевышнего ласпантали по милости всевышнего ласпантали всевышний облегчил нам разбор некоторых имен и атрибутов и просим всевышнего ласпантали облегчить нам продолжение этого урока в будущем я побуждаю всех прослушать поэтому сейчас подробно не будем эту тему углубляться потому что мы они уже говорили иншалат аль частично тысяч частично будем затрагивать эту тему и поэтому тот кому мы поклоняемся должен быть господом то есть тем кто создал тем кто всем управляет тот кому мы поклоняемся должен быть полноценным в своих именах полноценным в своих атрибутах а иначе он не будет достойным поклонения поэтому таухид и все его виды содержатся в свидетельстве ляй лахлава что касается таухи да у людей то она называется то есть как соответствием своим прямым что касается руби и у людей путем необходимости кто-то задаст вопрос а чего вы взяли вообще что-то у фит бывают трех видов они двух и не четырех парк лофик ученые говорят что подобные выводы делаются путем алистикра то есть путем внимательного изучения шариатских текстов почему я затронул эту тему потому что в наше время появились некоторые люди говорят о том что как будто бы деление таухида на три вида это придумал и внуто имея или же придумал мухаммад ибну абдул-вагаб нет очень важно знать что то что выводится путем из текра внимательного изучения ас-сабру вот таксим еще пять путем деления тот человек который говорит давайте приведем пример допустим ученые говорят приведем примерно грамматики и обратимся к тем людям которые порицают которые порицают то что таухид бывает трех видов мы зададим вам вопрос вы же знаете грамматику арабского языка вот у нас вопрос где в куране и в сумме сказано о том что слова в арабском языке бывает трех видов глагол и имена и частиц где в арабском языке сказано о том что и араб бывают четырех видов. Либо стоит положение «раф», либо положение «насп», либо положение «джар», либо положение «джаз». То есть, нечто похожее на падежи в русском языке. Кто об этом сказал? То есть, об этом же никто не сказал. Но вы же делите так. А откуда вы взяли, то есть, откуда вы сделали такой вывод? Это путем алистикра. Вот таксим васабр. То есть, вы внимательно изучили, собрали все тексты, посмотрели на все деления и сказали, что действительно вот ты хоть лопни. Ну, ты не найдешь нигде в арабском языке, чтобы слова были ни глаголы, ни имена, ни частицы. Ну, нету четвертого вида. Вот хоть убей, как говорится. Вот точно так же ученые, внимательно изучив, увидели, что Всевышний Аллах, говоря о единобожии, не выходит за рамки вот этих трех видов. Вот хоть лопни, нету четвертого вида единобожия. И, по сути дела, получается, это деление не является чем-то новым. А это деление является выявлением того, что уже есть в Коране и Суне. Это очень важный момент. И поэтому, когда вы услышите, а это ваххабисты придумали деление. Нет, это не ваххабисты придумали. Это не ваххабисты придумали. Хорошо. Разве пророк салаллаху, алейхи вассаляму? То есть, мы спросим опять у этих людей. Давайте на грамматике неубедительно для вас. Хорошо. Вы признаете, что бывает, наука называется фек. Бывает, наука называется усулюль-фик. Бывает, наука называется хадис. Бывает, наука называется мусталих-эль-хадис. Бывает, наука называется тавсир. Бывает, наука называется усулюль-тавсир. Бывает, наука аклида. Бывает, наука сира. И вот скажите, разве Аллах, фанаталия где-нибудь говорил об этой науке как они что отдельно не разве проксал сам говорю сахабом завтра будет у нас урок у нас по фикху после завтра по усулю фикху а после-после завтра будет по тафсиру не однако откуда ученые взяли эти деления вы сами откуда признали эти деления вы говорите путем внимательно изучение поэтому делить науки на тафсиру сулю тавсира фику сули фикху хадис муслана хадиса пида сира и так далее то подобное не является чем-то новым а является просто выявлением того что уже есть и существует аллаху али